Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке литературы мы с вами познакомимся с произведением Галины Черноголовиной «Сказка об одном зёрнышке». Сегодня на уроке мы повторим виды сказок, познакомимся с содержанием сказки, определим признаки сказки в произведении, отметим реальные события, выполним задания на знание сюжетной линии сказки. Мы с вами хорошо знаем, что любые литературные произведения могут подразделяться на виды. Сказки тоже имеют свои виды, об этом мы помним с самого раннего детства. Есть сказки о животных, волшебные и бытовые. В волшебных сказках, как мы помним, встречаются волшебные предметы, происходят фантастические события. В бытовых сказках люди побеждают зло благодаря своей смекалке, своему уму и хитрости. О животных сказки повествуют нам, о тех животных, которые становятся главными героями. А если человек появляется в сказках о животных, он как будто бы противостоит им. Сегодня мы с вами познакомимся с чудеснейшей сказкой Галины Черноголовиной, которая так и называется «Сказка об одном зёрнышке». Бабушка Ксения постелила себе в одной комнате с внучатами. Так начинается эта сказка. «Бабусь! А, бабусь!» Подговаривался Илюшка. «Расскажи сказку!» «Ну как же бабушка не расскажет сказку своему любимому внуку?» И бабушка приготовилась к тому, чтобы начать повествование. Конечно, она немного смущается, говорит «Да не помню я уже». И её внуки придумали небольшой сюрприз. «Мы тебе сейчас фокус покажем», – говорят они. «В чём же заключался этот фокус?» Мы узнаем чуть позже. А теперь давайте посмотрим на тот момент, который предшествует началу этой сказки. Также приглушённо, чуть таинственно, Михей рассказывал когда-то сказки своему сыну. И эту сказку она тоже узнала. Что же это за сказка? Давайте, ребята, послушаем её начало. В некотором царстве, в некотором государстве давным-давно шли по степи три брата. Спешить им было некуда. Шли, да под ноги смотрели. А вось какая-нибудь находка подвернётся. И подвернулся старшему брату мешок с золотом. Средний брат увидел в траве блестящую острую саблю. А младший поднял на дороге маленькое зёрнышко. Тряхнул мешок с золотом старший брат. Зазвенело золото. «Семь сёл, семь городов куплю!» Воскликнул он. Взмахнул саблей средний брат. Просвистела сабля. «Семь сёл, семь городов покорю!» А младший брат держит зёрнышко на ладони и не знает, что сказать. А зёрнышко и говорит ему негромко. «Скажи, что семь сёл, семь городов прокормишь!» «Семь сёл, семь городов прокормлю!» Говорит младший брат. Далее в этой сказке говорится о том, что же произошло с братьями по жизни. Каждый из них дал обещание. Что же он сделает со своей находкой? Однако не всем удалось сдержать эти обещания. Один только младший брат смог сдержать его. Он одним волшебным зёрнышком, вырастив богатый урожай, смог прокормить семь сёл, семь городов. Кроме того, он ещё и приютил у себя своих старших братьев, которые после долгих лет скитаний вернулись на родину. А теперь, ребята, давайте выполним небольшую работу. Мы определим с вами признаки сказки в этом произведении. Зачин. Добро побеждает зло. Извечный принцип. Три брата. Золото превратилось в горб. Это событие говорит о том, что перед нами волшебная сказка. Символы, которые здесь используются. Один равно сорока. Дорога означает выбор пути. Колос символизирует достаток. Семь сёл, семь городов. Мы помним с вами, что число семь зачастую является очень важным для устного народного творчества. Зёрнышко разговаривает. Это тоже фантастическое событие. Итак, мы с вами отметили, какие же признаки сказки есть в произведении Галины Черноголовиной. А реальные события? Какие же события происходят в действительности? Шли три брата и нашли мешок, саблю и зёрнышко. Младший брат много трудился. Много раз солнце всходило и заходило. Цветы отцвели, травы пожелтели. Младший брат принял своих старших братьев. У младшего брата выросли дети и внуки. Каждая из этих событий происходит в реальной жизни. А теперь, ребята, давайте проследим сюжетную линию этой сказки. Данная работа поможет нам в дальнейшем при анализе произведения. Итак, шли три брата по дороге, медленно шли. Каждый смотрел под ноги, надеясь что-то найти. Старший нашёл мешок с золотом, средний нашёл саблю. А младший брат нашёл одно зёрнышко. И это одно зёрнышко помогло ему состояться в жизни. Ребята, вам сказка наверняка понравилась. Подберите, пожалуйста, имена прилагательные, которые характеризуют эту сказку. Давайте посмотрим, какие имена прилагательные вы подобрали. Интересная, занимательная, поучительная. И мы говорим, что это волшебно-бытовая сказка. Потому что в ней происходят события, которые вполне могли бы произойти в жизни людей. А сейчас, ребята, я вам предлагаю поработать над заданием. Вы покажете знание текста. Необходимо найти соответствие. Давайте проверим, какие соответствия у нас должны совпадать. Итак, сколько зёрен собрал младший брат после посева одного колоса? Сорок зёрен он собрал, знаем мы по тексту. Что нашёл старший брат? Старший брат нашёл мешок с золотом. Сколько городов и сёл можно прокормить одним зёрнышком? Семь сёл и семь городов. Что случилось со старшим братом? Золото приросло к спине. Повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях называется сказкой. Лицо, от имени которого ведётся рассказ – это герой. Таким образом, ребята, я надеюсь, что вы справились с этим заданием. С чем я вас и поздравляю! Какие же интересные мысли возникают у нас, когда мы с вами закончили знакомство с этой сказкой? Мы должны вынести важные уроки. Без труда нет плода. Воля и труд дивные всходы дают. Без дела жить – только небо коптить. Терпенье и труд всё перетрут. Я не случайно обратилась к пословицам. Пословицы – это жемчужины устного народного творчества. В них содержится наиболее важный смысл. И пословицы, с которыми я вас познакомила, они как нельзя более точно подходят по содержанию к этой сказке. А теперь, ребята, подведём итоги нашего урока. Сегодня на уроке мы повторили виды сказок, познакомились с содержанием сказки об одном зёрнышке, определили признаки сказки в произведении, отметили, какие события относятся к реальной действительности и проверили себя на знание сюжетной линии сказки. На этом наш урок окончен. Я желаю вам, ребята, приобщиться к чтению других сказок Галины Черноголовиной. Вы убедитесь, что они интересные, занимательные и запоминающиеся. До свидания. До новых встреч.